Я сегодня буду говорить на нашу слободневную тему, что нам не хватает для нашего счастья. Я вначале прочитаю из Ефесянам 6 глава 4 стих. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Я думаю, что это самая большая проблема. Но у кого детки маленькие, кажется, у меня все нормально, все будет хорошо, все хорошо, так смотришь, маленькие, послушные. У кого дети подрослите, понимаешь, что далеко до нормы еще, что-то не хватает. Вы знаете, и кажется, все шло нормально, а потом смотришь, дети не повинуются, к Богу не тянет их. И мы начинаем задумываться, а все ли так? Что я не сделал в своей жизни? Друзья, я думаю о том, что это очень важный вопрос. Вот о чем я и хочу сказать. Если у нас между собой хорошо, это хорошо, слава Богу. А вот если между нами хорошо, а с детьми не хорошо, то мы чувствуем себя, какого-то не хватает комфорта, чего-то не хватает. Мы переживаем и днем, и ночью. И я понимаю, что мы не можем сказать, что у нас совсем все хорошо. Хотя вообще не с Богом может быть хорошо. Я буду читать книгу притчи, глава 4 стих 3. «Ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей». Братья и сестры, как тут правильно понять, у кого он был нежно любимый? У отца или у матери? У матери был нежно любимый. Единственный у матери был или у отца? У матери, да. Я так тоже прочитал, что у матери. Вы знаете, у меня какая проблема появилась, изучая этот текст Священного Писания. Давайте мы откроем первую книгу про Липоменон, 3 глава, стих 5. «А эти родились у него в Иерусалиме, Шима, Шавав, Нафан и Соломон, четверо от Версавии, дочери Амииловой». Так сколько было у Версавии один нежно любимый сын, единственный, или четверо? Вот у меня и стал вопрос. Сколько же было детей у них? Один или четверо? Вы знаете, я смотрел и так, и так, просмотрел даже некоторые толкования. Ну, толкования, говорят, одни так. Что было четверо, по-видимому, двое умерли, потому что в царствах описывается только двое. За два страны, Нафан и Соломон, а других уже двоих нет, а там уже другие описывают о других людях. Скорее всего, что они умерли. Может быть, первый – это тот, который родился до Соломона, а какой-то еще, видимо, в раннем детстве умер. Ну, в общем, ничего неизвестно в этом вопросе. Никто ничего конкретного не может сказать. Я здесь кое-кого у братьев спрашивал, тоже не можем понять, один был он или не один он был. Он пишет, что один, а здесь не один. Ну, факт, то не в этом вопросе. Действительно, друзья, ну, на спасение это не влияет. Один там был или десять человек, ну, какая разница. Но он пишет, что он был один, единственный, нежно любимый у матери своей. Так он один был у нее или не один был? Нежно любимый один, да, ты что скажешь? Нежно любимый один, а второй как был? Второму тоже так казалось, да? Вот вопрос, я на это и хочу обратить внимание, друзья. Вот это я бы хотел об этом сегодня и больше всего и поговорить. Чтобы она будет у меня, слово небольшое, но хочу обратить внимание. У нас-то семьи большие, как в основном, как правило, большие. И у кого восемь, семь, шесть, десять и больше десяти. У нас сколько нежно любимых, друзья? Один или все нежно любимые? Мы одинаково любим своих детей или не одинаково? Вы знаете, ну, наверное, когда уже дети подросли у кого-то, наверное, уже вы слышали такие упреки? Меня не так любят, как другого. Меня меньше любили. Вот вы того больше любите, или ту больше, а меня меньше. Ну, в моей семье это бывало. И да говорят так даже. Ну, знаете, вот вы тех старших вы не наказывали, или наоборот, да нет, вы нас много наказывали, а меньших вообще не наказываете. Ну, так или не так, друзья? Ну, оно так, оно где-то и есть в этом вопросе. Ну, правда, мы нашли отговорку, что мы то старших только мы одни наказывали, а меньших все наказывают, они свое получают. Но сам-то не в этом вопрос, друзья. Вопрос стоит в том, что, ну, у нас мы, когда немножко стареем, у нас меньше уже сил. Меньше сил хватает. Вот я так вспоминаю в детстве, когда у нас были дети маленькие, мы много уделяли внимания, вместе с ними читали, молились. Ну, наверное, не было такого дня, когда бы мы с ними не молились. Даже если меня не было, жена вместе с ними собиралась, молились. Братья и сестры, сегодня совсем не такая ситуация. Совершенно не такая ситуация. Я думаю, что не только у меня не такая ситуация. Иногда вечер, одного дома нет, другой уже спит, работы много, то мужа нет, то еще, а то еще еле-еле до кровати долазишь. У кого там уже 50, то там болит, то там, то кружится голова, то уставшая. Какой там собирать детей? Вот. И становится проблема в этом вопросе. И поэтому я бы сразу хотел сказать, у кого еще не дошел до этого возраста, пользуйтесь этой возможностью. Собирайте детей сколько возможно, и молитесь вместе. Не всегда так будет. Как первые подрастут, начнут отходить, то замуж, то еще куда-нибудь, то жениться, то работа, то этот график сразу пройдет на нет. И вы будете искать только некоторые возможности вместе собраться и помолиться. Потому что все будет меньше, меньше и меньше этих возможностей. Я вам хочу сказать, физически возраст, усталость очень сильно влияет на людей. Мы иногда думаем, что вот мы немножко распустим кого-то из семьи, станет меньше, нам будет легче. Ничего подобного. Легче не станет, будет только сложнее. Плюс ко всему, у нас тоже устраиваются свои некоторые проблемы и трудности, с которыми мы сами очень трудно справляемся. Но я хочу обратить внимание опять на эту же самую мысль, друзья. Я был сын у отца моего, нежно любимый, единственный у матери моей. Вы знаете, я сразу вспомню другой случай. А ведь у Давида было, ну, минимум, 16 детей. 16 детей только от жен, плюс еще наложницы. От наложниц я не... Вот 16 детей. И вот я смотрю так, его отношение ко всем было одинаковое или не ко всем? Ну, давайте мы с вами вспомним еще одного авесолома. Что мы знаем за авесолома, друзья? Он был красивый или некрасивый? Написано, он был красивый. Все его хвалили. Все хвалили, он был очень красивый человек. А что мы можем сказать по отношению его? Его отец любил или не любил? Готов был умереть за него? С одной стороны, да. Вы помните, когда был момент? Кто бы дал мне умереть за тебя? Но вы знаете, когда это пришло ему такое на память? Ну, я думаю, что он прошел большой процесс обучения. Думаю, если бы Давид это сказал в самом начале жизни, ну, или семейной жизни, было бы все по-другому. И вот я хочу сказать, что мы тоже в старости начинаем понимать. Начинаем понимать, но уже многое что не вернешь. Поэтому старость, она тоже нужна для того, чтобы поделиться некоторыми опытами и ошибками, чтобы потом в старости и заново на самих себе не учились, и потом не горевали. Вы знаете, что я обратил внимание вот на такой момент. Я прочитаю вторая книга Царств, тринадцатая глава с двадцать четвертого стиха. И пришел Ависалом к царю и сказал, «Вот ныне истрижение овец у раба моего. Пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим». Но царь сказал Ависалому, «Нет, сын мой, мы не пойдем все, чтобы не быть тебе в тягость». И сильно упрашивал его Ависалом, «Но он не захотел идти и благословил его». Вы знаете, вот у него праздник, у Ависалома праздник. А у Давида очень множество проблем своих забот, переживаний и так далее. Он приглашает отца, «Ну, пойдем на праздник со мной, пойдем у меня там обед, все». Он говорит, «Не пойду, не хотел пройти». И как его не упрашивал отец, не пошел. Ну, мы скажем, «Ну, у него же был заговор у Ависалома». А может быть, когда там был бы отец, то, может, и заговор бы не состоялся бы. Все же может быть. Но он и не пошел туда. И вы знаете, какой-то чувствуется недостаток в любви. У нас тоже так бывает. Нам все некогда, надо нас дети просят, «Приди туда, сделаем то, давайте поедем туда, или отдохнем, или все. Некогда, некогда, некогда. Это работа, заботы, свои трудности. Но бывает и другое. Бывает и другого. Кто-то другой попросил. Смотришь, находится время. Находится. Я думаю, если бы, наверное, Соломон попросил, может быть, нашлось бы время. Не знаю, почему так. Но вот на Ависалома у него не нашлось времени. Но еще один из моментов, к которому я бы хотел обратить внимание, это 14 глава, 24 стих. «И сказал царю, пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит. И пошел Ависалом в свой дом, а лица царского не видел. И не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Ависалом, и столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка». Ну, я читаю только выдержку. А вы хорошо помните ту историю, когда все-таки он Амнона убил, а потом убежал, а потом был три года он находился в чужой стране, а потом его Иав через женщину уговорил вернуть сына, и вот он возвращает его домой. Как он возвращает домой? Пусть вернется, а лица моего не видит. Что под этим словом, чтобы он лица моего не видел? Что под этим словом подразумевается? Любовь или что-то другое? Обида. Но когда мы не хотим видеть, как это по-другому называется, друзья? Ненависть, да? Не хочу видеть. Вот под этим словом подразумевается вот такой вот, знаете, конфронтация. Нет желания встречаться, нет желания видеть тебя. И вот он такое поставил ему вот условие. Возвращайся домой, я тебя видеть не хочу, по-другому сказать. Ну, дома ты живи. Братья и сестры, вы знаете, вот это вызывает большую конфронтацию. Разве наши дети не делают нам серьезных проблем? Еще и каких дел? Разве они нас не позорят? Бывает. Вы знаете, в нашей жизни, в жизни я встречался с подобными ситуациями. У одного отца с дочерью произошла проблема. Ну, замуж она не вышла и, ну, сблудила. Отец ей сказал так, домой не появляйся больше. Вы знаете, долгое время она домой не появлялась, потом мы ходили, уговаривали. Наконец, отец принял ее. Но до посреднего времени у нее с отцом не было никаких отношений. Абсолютно никаких. Я думаю, что очень много значит от нас, как мы ведем себя с нашими детьми. Как мы на эти вот дорожим ими или нет. Я думаю, что вы читали книгу «Вы, отцы». Ну, наверное, она у нас на полочках лежит. А хорошо, если бы мы ее все-таки прочитали. По-моему, на 18-й странице там описывается тоже наше отношение и любовь к нашим детям. И говорят о том, что мы, он пишет так, что мы не можем оправдывать или поддерживать какие-то недостойные действия или беззакония детей наших. Не можем их оправдывать. Но дети наши должны всегда понимать и чувствовать, что они дороги для нас, и мы их любим. И в трудный момент, что они могут опереться на нашу, на наши плечи. И даже когда они уйдут из дому и пойдут своими путями, они всегда должны понимать, что они дороги для родителей своих, и они могут опереться на нашу любовь к ним. Когда ушел блудный сын от отца своего, он его обесчестил, друзья, конечно, он опозорил его, но как так, ушел от отца, взял имение, пошел гулять. Но, друзья, когда у него появились трудности, появились проблемы, он смело пошел домой. Да, попереживал, обанкротился, стыдно, а потом все-таки пошел домой и говорит, у отца моего наемники избыточествуют хлебом, а я умираю от головы, встану и пойду к отцу моему. Он знал, что отец его примет? Или не знал, друзья? Он понимал, что отец его примет. Друзья, я думаю, что мы имеем множество примеров, когда понимаем о том, что знаем, как родители, мать, отец принимают своих блудных сыновей и дочерей и рады их возвращению. Но я хочу сказать, что нам сегодня нужно сделать что-то такое, чтобы наши дети не уходили, чтобы наши дети могли понимать, что они любимые, нежно любимые в домах наших. Да, это сложно, друзья, потому что мы имеем свое, уже как-то установили в своих характерах, поведениях, отношениях дома. И поэтому иногда детям кажется, что они нелюбимы нами. Мы об этом немножко попозже поговорим, что это значит, как мы должны проявлять свои отношения к детям нашим. Я хочу сказать, друзья, что существуют разные отношения между детьми и родителями от этого начала. Любимы или нелюбимы. Мы просмотрели один из случаев, это Авесолом и Соломон. И мы видим совершенно разные взаимоотношения у Соломона с Давидом и у Авесолома с Давидом. Авесолом восстал против отца своего? Восстал против отца своего. Я обратил внимание, его все вокруг хвалили, кроме отца. Да, он знал за ним множество проблем, и он его, по всей видимости, не хвалил. Вот это, я хочу сказать, это одна из проблем, которые у нас иногда возникают. Вы знаете, когда вот дети наши подрастают, пошли в мир. Я встречался не раз, как-то разговариваю с одной девушкой, ей где-то лет 15, и она мне рассказывает о своих переживаниях. Вы знаете, я понимаю, что я неправильно делаю, я боюсь отступить от Бога, но вот я не могу отвязаться от человека. Он мне настолько близок стал, настолько дорог стал, я не мыслю жизни без него, хотя я хочу служить Богу. Помогите, скажите, в чем причина? Я ей спрашиваю, скажи, пожалуйста, он тебе сказал, что я тебя люблю, ты мне нравишься? Он говорит, да, сказал. А тебе хоть раз родители говорили, мать или отец, я тебя люблю, ты хороший, ты нам нравишься? Ни разу, ни разу в жизни. И вы знаете, вот этот момент очень сильно влияет. Живут они у нас, привыкли, знаете, ко всему. Нам говорят, а что тебе еще надо? Мы тебя кормим, одеваем, воспитываем, бьем, поднимаем, ложим, все делаем. А вот, знаете, вот этого момента, сказать, что я тебя люблю, что ты для нас дорого, что мы за тебя переживаем, мы иногда думаем, что они сами догадаются. И вот она уже подросла, ей где-то лет 14-15, где-то встретилась, и тот сказал, какая ты красивая, я тебя люблю. И все. И вы знаете, он для нее дом стал чужой, а этот человек стал родной. До того, чтобы с ним расстаться, ей пришлось вообще выехать с города. В другое место уехать совершенно. Друзья, я хочу сказать, нам этого не хватает. Как не хватает иногда жене, что муж не говорит, я тебя люблю, ты сама догадывайся, а жена ждет и хочет сказать, ну, хоть раз бы ты мне сказал, что я тебя люблю, так точно нашим детям не хватает вот этого простого, чтобы они могли сказать, как сказал Соломон, я нежно, любимый, единственный у матери моей. Я, конечно, хочу обратить внимание не только на отцов, я хочу обратить внимание и на матерей. Им гораздо больше приходится с детьми иметь отношения. Целыми днями дома, слышать их крики, видеть их все, то, что они сверх, с ног на голову переворачивают, им приходится их и шлепать, и наказывать, и кричать, и вы знаете, и все-таки при всем этом, они давно понимают, что мама их любит, что это нежное, что они, знаете, под хорошим покровительством. Это зависит не только от того, что будет хорошо убрано в доме, будет хороший обед, это важно, это нужно, друзья, это наши нежности, это наши ласки, это тогда, когда наши дети, может, совсем неуклюжие, они готовы прислониться к нам, к нашему плечу, или сесть на руки, а им уже, может быть, и 8, и 10 лет, а мы скажем, да уйди ты, я усталый так от тебя, от себя, еще и ты на меня сел. Друзья, этого нельзя делать, но это бывает в жизни нашей. Они, конечно, ранимые, там и сами все ранимые, друзья, это очень важный момент, я напомню еще на один случай, это Бытие, 34 глава, 33-4 стих, простите, 37 глава. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду, и увидели братья его, что отец их любит более, его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Вот еще один из моментов. Один из детей выделены, и причина вроде бы такая, знаете, ну, веская, сын старости, от любимой жены. И когда увидели братья, сыновья Иакова, что к Иосифу расположение больше, и что отец его любит больше, в доме произошла сильнейшая конфронтация. Братья его возненавидели, и не могли больше с ним говорить дружелюбно. Кто внес эту проблему в семью? Ну, наверное, мы иногда думаем, это потому, что, наверное, Иосиф рассказывал что-то отцу о них. Да нет, тут прямо написано. Когда они увидели, что отец любит его больше, нежели их, у них сразу произошла ненависть к нему. Они не могли разговаривать с ним дружелюбно. У кого большие семьи, те, наверное, замечают. Если кто-то, кого-то, мать и отец выделяют, то к нему сразу, а у всех остальных, какое-то отчуждение, сразу вражда появляется. Это очень важный момент в жизни нашей, и мы должны на это обращать внимание, чтобы у нас не было конфронтации. Но что вышло из этой любви? Тот, кого сильно любил отец, ну, он его лишился. С этого момента пришел момент, когда того, кого он так сильно любил, он его лишился. Да, мы, скажем, там был промысл Божий, мы на это легко смотрим. Да Бог может из наших ошибок делать многое, что, друзья. Но я хочу обратить внимание на то, что здесь Слово Божие подчеркивает причину конфликта. Если у нас, среди детей наших, есть такие конфликты, есть какие-то отчуждения, я хочу сказать, не только между ними произошел конфликт, друзья, произошел конфликт между отцом и остальными одиннадцатими или десятью сыновьями. Они же сделали отцу плохое. Они же ему отомстили. Вот теперь тебе нет, нет того, объекта, которого ты любишь, но теперь ты будешь, наверное, к нам относиться гораздо лучше. И между ними заострилась серьезная проблема на долгие-долгие годы. Если мы вспоминаем еще одну историю Бытие, 25 глава, 25-28 стих, у Исаака был, Исаак любил Исава, а Ревека любила Иакова. Вот тоже было два сына в одной семье. Ну, даже, хочу сказать, они были совершенно близкие, близнецы были они. Вот, и между ними появилась тоже проблема. Мать любила одного, отец любил другого. Ну, во-первых, что это произвело, друзья? Между мужем и женою появились недоверительные отношения. Это отразилось сильно на детей, и у них не было друг к другу хороших взаимоотношений. Братья и сестры, на эту тему я бы хотел особенно обратить внимание, чтобы мы могли на этих семьях своих просмотреть. А есть ли у нас дети нелюбимые? И есть ли у нас дети любимые? Какого любить легче? Того, кто любит, который делает добро, или который, наоборот, все ему не так, и который делает зло, которого любить легче? Ну, я думаю, конечно, покладистого, послушного любить намного легче. Но что по этому вопросу сказал Иисус Христос? В Луки 6 глава, 31 по 33 стих, я не считаю, напоминаю, там написано, и грешники любят любящих их, и язычники любят любящих их. И что вы особенного делаете, если вы любите любящих вас? Вы знаете, я думаю, что это очень серьезно. Если мы будем любить только тех, которые нас любят, но мы сами устраиваем эту проблему. А Господь говорит, а что вы особенного делаете? Так делают и язычники. Нам Господь Иисус Христос оставил для нас пример. Он пришел, возлюбил любящих или не любящих, друзья? Он возлюбил не любящих. Он пришел из врагов, сделал друзей. Поэтому у нас есть тот образец, чему мы должны подражать. Мы должны подражать Иисусу Христу. Он любил и тех, кто Его не любил. Он заботился о каждом человеке. Но у него семья большая. Я вам хочу сказать, братья и сестры, вот мы все дети Божии. Согласитесь, что мы совершенно разные. Между нами часто нет единства. Мы друг друга не понимаем. Иногда бывают скандалы. Иногда бывают даже драки. Бывает все. И не только в семье одной, и между всеми. Всякое бывает. И мы бы иногда не хотели бы, чтобы кто-то рядышком сидел с нами. А перед нашим Отцом Небесным мы абсолютно все одинаковые. И нам так кажется, знаете, нам кажется вот как. Вот идут, я вспоминаю одну историю, ну, война. Великая Отечественная война. У немцев на бляхах, на ремнях, с нами Бог. Но они подразумевают, что с нами Бог, значит, с вами Его нету, да? Так же, да, друзья? Ну, конечно, так они подразумевают. Если с нами Бог, то с вами Его нету. Вы знаете, мы точно так подразумеваем сегодня. Если мы считаем, что со мной Бог, а я конфликтую с каким-то братом или с сестрой, то у Него нету Бога. Я же прав, а Он не прав. И мы говорим, со мной Бог, а с тобой неизвестно, а с тобой нету Бога. Потому что Он со мной. Братья и сестры, там абсолютно об этом ничего не говорится. Абсолютно. Вот наших проблем. Там говорится о том, что Бог с человеком. Вы знаете, вот так как мы, родители, отцы и матери, находимся со своими детьми, с послушными и непослушными, когда они конфликтуют между собой, а они для нас особо дорогие, мы с ними переживаем о них. Вот так точно Бог о каждом из нас переживает и с нами находится. Поэтому эту мысль, если я прав, а ты не прав, со мной Бог, а с тобой нет, нам нужно вычеркнуть ее. Это совершенно неправильная позиция. Иногда так и дети думают. Если я прав, меня любят, а ты не прав, тебя не любят родители. Они должны любить. Братья и сестры, мы должны абсолютно одинаково относиться ко всем детям нашим, чтобы не было в наших семьях конфронтации, не было проблемы. Может быть, кто-то хотел бы поделиться хотя бы одним случаем, примером в жизни, как это на самом деле есть. Действительно ли у нас, знаете, вот, может, кто-то имеет такой уже опыт, опыт в жизни, ну, кого-то не любил и появились проблемы, трудности. Или наоборот, кого-то любил, были же проблемы, есть же проблемы с теми, кого мы любим, друзья? Есть. И какие результаты хорошие после этого, когда они видят, что они для нас дороги. Вы знаете, я хочу сказать о том, что наказание или благоволение, оно не лишает любви. оно не лишает любви, когда оно, ну, действительно идет в меру. Хотя, я им хочу сказать, бывает и так, что мы наказываем детей незаслуженно. Ну, не нашли виновного, наказали, знаете, и все, и вроде бы все нормально, дело решилось, как иногда бывает в милиции. Надо найти кого-то за преступление наказать. Попали, не попали, кого-то поймали. Вот так бывает и у нас в больших семьях. Это наши недостатки, их нужно признавать. Их нужно признавать, друзья. Ну, еще я хочу сказать, если у нас, ну, наши отношения только идут дисциплинарного воздействия, только наказание, то мы вряд ли приобретем наших детей. Я вспоминаю как-то давно уже. Одна из сестер, видимо, заметила у нас проблему со старшими сыновьями. И, знаете, она подходит, это у меня к тебе один совет есть. Знаешь, что я тебе посоветую с детьми своими, со старшими? Ты их меньше наказывай, а больше с ними откровенно разговаривай. Разговаривай больше. Расскажи им, что их ожидает впереди. Скажи им о том, что они для тебя дороги, и потому тебе не безразлично, что их ожидает впереди. А потом будет увидеть результаты. Вы знаете, я так поступил, и я действительно увидел результаты. Я до сих пор благодарю уже этой старушке давно в живых. Нет, а я благодарю и за ее советы. Что мы иногда думаем, что только нужно обязательно наказать, во что бы то ни стало. А иногда бывает нужно не наказание, а просто откровенный сердечный разговор. И когда откровенно поговоришь, и налаживается взаимоотношение. Братья и сестры, мы прочитали с вами о том, что вы отцы не раздражаете детей ваших, но воспитываете их. Вы знаете, все родители все равно хоть как-то воспитывают детей своих. И даже если они вообще не заботятся о воспитании, все равно они их воспитывают. Своим примером, положителем или отрицателем, они их воспитывают. На некоторые моменты я бы хотел обратить внимание. У нас сейчас поступила хорошая книга о воспитании и преподавателей, и детей. Я оттуда взял некоторые моменты для того, чтобы вместе с вами поделиться сегодня. Первое, это стили воспитания. Один из таких стилей воспитания, это диктат. Делай, как я хочу. То есть, самая строгая дисциплина. Делай так, как я понимаю. Вы знаете, вроде бы и нормальная эта ситуация, но, знаете, когда отсутствует у нас недостаток заботы о ребенке, когда у нас есть сильный контроль, отсутствие поддержки, у нас возникают проблемы. Что отсюда следует? Если у нас есть ограничения, если у нас есть запреты, если есть замечания, критика и наказание, но нету доверия, нет похвалы, нет сочувствия, поощрения и помощи, то такое воспитание приносит множество проблем в жизни детей. Ну, во-первых, результат таких воспитаний, это или взрыв, бунт детей, или совершенно безволие, сломанные воли люди. Знаете, от такого воспитания много вреда, и дети достигают 16, 15, 17 лет и бегут с дому. Стараются от родителей убежать с дому на волю, на свободу. На это нужно обратить внимание. Есть другая крайность, это вседозволенность, необоснованное доверие, защита, поощрение, бесконтрольные деньги. Братья и сестры, я вам хочу сказать, мы в этом вопросе имеем проблемы. И, наверное, каждый, знаете, ну, детям мы слишком много доверяем, слишком много верим, вот, а все равно нужно проверять. В жизни бывает, не раз спросишь, где ты был, да там и там. Начинаешь проверять, там и близко не было ничего. В совершенно противоположной стороне. То есть, нередко нас дети приучают к обману. Приучают, и мы так, знаете, если мы не проверяем, не контролируем, то мы попадаемся, ну, на то, что мы пускаем их на совершенно бесконтрольность. То же самое и деньги. С одной стороны, когда деньги у детей есть, кажется, ну, нам, кажется, они воровать не будут. Ну, теперь им будет легче. Но деньги бесконтрольные поощряют человека наоборот к воровству. Ну, подумаешь, у меня есть 10 или 20 рублей. Ну, подумаешь, чуть больше, чуть меньше. Кто может? Особенно, когда мы кошелек легко доверяем детям. Берите, вот там возьмите все. Мы детей толкаем на искушение, на серьезные искушения. Деньги надо бы проверять, друзья. Но нужно нам и доверять детям. Доверять тоже. Это принесет благословение. Результат, когда вот такое все дозволено, исполняешь, это дети неуправляемые. Это дети, которым потом невозможно остановить и поправить их. Я бы хотел еще обратить внимание на одно из таких стилей воспитания, это безразличие к детям нашим. Ну, мы прочитали с вами, нет, не читали, третья книга царств, первая глава, пятый и шестой стих. Там Адония, тоже сын Давида. Он завел у себя на песоколеснице, всадники, там, скороходов. Ну, отец не задал даже вопрос, зачем тебе это надо? Для чего ты это, сын, делаешь? И вы знаете, вот такое безразличие, когда нам все равно, что делает сын или дочь, куда пошла, мы не контролируем, мы не спрашиваем, нас не интересует, что делать. Друзья, это обязательно вызовет новые проблемы. Оно произойдет, произойдет разрыв с детьми. Иногда бывает, знаете, ну, даже вот мне хочется отдохнуть. ребенок куда-то пошел, да ладно, пошел, пусть пошел. Надо встать, просмотреть, что он делает, где он находится. Да, ничего страшного, куда-то пошел. И это, знаете, вызывает некоторые проблемы. Когда нам абсолютно безразлично их состояние, что они делают, куда они ходят, чем занимаются, они часто попадают под чьё-то влияние. Если они вышли из-под нашего влияния, они попадут под влияние друзей, попадут под влияние улицы. Как правило, это приведет к пьянке, наркомании или какому-нибудь разврату. Хорошо, если они попадут под влияние каких-то верующих, хороших братьев и сестер, которые, знаете, вовремя подберут их, подтянут к себе, они будут в собрании, они будут на посещениях, будут у них дома. Поэтому нам необходимо, друзья, все-таки контролировать, набираться на эти смелости и способности спросить. Ну, даже так, если уже смотрим мы 12, а ребенка нету или 11, ну, пусть там будет в 17, в 16, в 18. Правильно будет позвонить сын или дружи, где ты находишься? Или, может, когда придет, куда денется? Придет. Ну, сегодня прошло в 11, завтра придет в 12, послезавтра в час придет, а потом вообще может не прийти и ничего не сказать. Я думаю, что нам необходимо об этом вопросе беспокоиться, проверять на месте ли дети, или не на месте, чем они занимаются. Допускать на бесконтрольность не нужно детей. Это принесет большие проблемы. Есть хаотическое воспитание. Что это такое за хаотическое воспитание? Это воспитание, знаете, какое, отец говорит одно, а мать другое. Вот одно тут. Ну, например, спросили у мамы, можно? Мать сказала, нет, пошел к отцу, можно? Да, можно. Скажите, что будет делать ребенок? Ну, то, что ему хочется, то будет и делать. То будет и делать. Ну, так я помню, у меня в детстве было. Как-то я уже помню, один самый такой случай, у меня мама была верующая, папа не верующий был. Вот. Ситуация была, какая-то ситуация. Ну, мне мама одно сказала, папа другой сказал. Другой сказал. Вечерком я получил, за то, что не послушался папу. Вот. А потом на утро, жалуюсь, что меня отец отлупил, а мне мать говорит, ну, ты и сам виноват, не надо было здесь появляться в тот момент, когда я тебе сказал, что можно. Вы знаете, я хочу сказать, и оно осталось на всю жизнь в памяти. И вот, если мы вот так поступаем, если мы уже сказали, что можно, нам нужно постоять за это дело. А когда так, один можно, другой нельзя, это приводит к серьезным проблемам. Дети не знают, что можно или нет, они будут так, как хотят. Или, например, другой вариант. Сегодня можно, а завтра нельзя. Это тоже вызывает некоторые проблемы, когда то можно, то нельзя. Слово Божие нам говорит, тогда будет слово ваше да, да, или нет, нет. И поэтому нам нужно какую-то знать, тактику, что вообще детям можно, а что нельзя. Если мы этого сами не знаем, вот они вырастут, скажите, у них будет какая-нибудь позиция своя, свое направление? Я думаю, не будет, они не будут знать. Они точно так и будут поступать, то можно, то нельзя. У них не будет ни принципов своих, ни своих норм поведения. Они больше будут ориентироваться на обстоятельства, а не на привычку своих правильных норм поведения. Ну, еще на один момент я хочу обратить внимание, друзья, это на наши ошибки, которые мы делаем в нашем воспитании. Есть такие, друзья, у нас бывают проблемы. Разные проблемы бывают. Ну, например, муж с женой не поладили, что-то не поладили. В этот момент, кажется, только успокоились, подходит дочка или сын к маме и пытается с ней поговорить. Вы не обращайте внимания, как ведет в этот момент жена с ребенком. Но если она огорчилась на мужа и перестала с ним разговаривать в этот момент, и вот подходит ребенок, как она с ним разговаривает? Точно так же, друзья, не разговаривает. Помолчит, посмотрит на него и не разговаривает. Вот. То же самое может и с сыном получиться и все. И это наши проблемы мы иногда вымещаем на детях наших, что является большой ошибкой в воспитании. Или бывают какие-то раздражения, произошли скандалы между мужем и женой, и тут попадается ребенок. На кого вылетит этот скандал? Ну, на мужа невозможно. Получить серьезный ответ и на брат. Ну, на ребенка легче всего вылетит этот скандал или свои переживания, или раздражение, или зло. Друзья, этого делать нельзя. Нередко бывает мы просто детей криком берем. Крик тоже приносит серьезные проблемы в жизни людей. Хотя нам кажется, это легче. Ну, вот сказал ребенку что-нибудь сделать, а он не сделал. Следующий шаг какой у нас? Мы ему громче кричим. Уже на следующий раз он с первого раза делать не будет. Он будет ждать более громкого крика. А если он привык к тому, что когда уже отец во все горло или мать закричит, он будет ждать потом этой ситуации. И ничего раньше он делать не будет. Но я скажу, да, нам иногда тяжело все оставить и ребенка подисциплинировать. Но мы сами приучаем их к такому хаотическому воспитанию или к этим ошибкам. И так они себя ведут. Ждут потом следующего, когда кто-то к ним закричит. А потом они привыкают и на это даже не реагируют. Есть еще одна из проблем, друзья. это невосприятие ребенка. Ну что, ну когда он один, у кого-то ребенок, ну кажется, он так близкий, дорогой, один, единственный. А вот когда их бывает много, бывает одного человека любит, а другого невосприятие. По какой причине может быть невосприятие? Ну у нас у всех разная внешность. Иногда нам бы хотелось видеть ребенка худого, а он толстенький. И мы начинаем его везде и всюду ущемлять, на него высмеивать его. И он чувствует, что он не такой, как все. Он чувствует, что его высмеивают, отталкивают и не воспринимают. Легко ему или тяжело, друзья? Он никогда не скажет, что я любимый у мамы или у папы. Он будет себя чувствовать немножко всегда скованно и, знаете, и будет пробиваться. В жизни он будет выбиваться, все равно стараться занять свое место, занять свое положение. Или у человека другой характер какой-то. Бывает человек замкнутый. Кто-то умеет везде и всюду поговорить, а другой замкнутый. И мы можем говорить, да он никчемный человек, да забитый абсолютно, ничего его не интересует. И мы раз, два, три высказываем и человек ущемляется. Или бывает человек по здоровью, не такой, как все остальные. Кто-то успевает, а он не успевает. И мы как-то, знаете, нас это самих сковывает, и нам неприятно, и мы иногда в этом направлении не так воспринимаем, как других. Дети это очень хорошо чувствуют, очень хорошо чувствуют, и поэтому у нас появляются с ними проблемы. Ну и последнее, на что бы я хотел обратить внимание, это крайности. Мы выросли, у нас немножко уже научились, что можно есть, чего нельзя есть. И я вам хочу сказать, и бывает совершенно разное. Ну, к примеру, я могу спокойно есть мясо, а у кого-то другой состав крови, там группа, а ему нельзя есть мясо, ему может молочного можно есть, а третьему наоборот, там только можно есть капусту, или там морковку, или что-нибудь такое, знаете. И вот у нас разная диета своя, своя. У меня, например, ну, скажу, я могу спокойно пить кофе, сколько хочу, а другой, а другой его грамма не может пить. Я вам хочу, мы иногда на своих опытах, когда мы дожились уже до 50 или 40 лет, набрались некоторого опыта на себе, и говорим так, мне мясо нельзя есть, и тебе нельзя, тебе от него будет плохо, у тебя сосуды позабиваются, поэтому мясо есть вредно, и сами не едим, и другим не даем. А другому сказать, тебе конфет нельзя есть, потому что тебе зубы повылетают, у меня вылетели зубы, и у тебя вылетят зубы, и поэтому береги свои зубы, и ребенку не даем, не даем ему сладости. А кто-то это мороженое, это самая химия, забьются все абсолютно, никакого мороженого тебе нельзя. И вы знаете, мы настолько ущемляем детей, это крайность. Так можно перечислять очень многое-многое, друзья, чего нам нельзя. И получается, ребенок с самого детства, как будто мы самое лучшее ему хотим, но мы его полностью лишаем детства. Ну, сейчас нередко такое, пипсикола, это яд, пить его нельзя, это отрава, или кока-кола, все. Мы сами напились, а теперь тебе пить нельзя, и ребенку не даем абсолютно притронуться к ничему. Газировная вода, тоже беда. И, в общем, мы готовы посадить его на одни сухарики и водичку пресную. Это самое полезное. Ну, еще, может быть, капусту, чтобы чистила желудок. Друзья, я думаю, что это крайности. Крайности, которые ущемляют детей и не дают им возможности. Вы думаете, что они не едят? Они прячутся и едят. Они бегут на улицу, смотрят, что другие едят, и они, знаете, не дают, они украдут, все равно они поедят. Поэтому нам бы не нужно заходить в эти крайности. Это не принесет никакой пользы. Вот на этом я хотел бы остановить сегодня свою беседу. А самое главное, на что я хотел бы обратить внимание, друзья, чувствуют ли дети наши, что они любимы? Ну, я думаю, что когда мы можем проверять свою жизнь и честно просмотреться, может, мы что-то увидим, что-то не так в моей жизни. Бывает, конечно, найти другая ситуация, когда детям кажется, что они нелюбимы, потому что где-то куда-то не пустили детей, от чего-то ограничили. Он говорит, о, другой, я помню, на школе был. Мы так смотрели на одного из наших сверстников школьника и говорили, ох, какой он счастливый человек. Ему все можно было, абсолютно все. А нам ничего нельзя было. И если даже он что-нибудь натворил в школе, и его отругала учительница, придут родители, учительницу очистят хорошо. И мы думали, вот бы нам таких родителей, вот бы нам. Друзья, это другая крайность. Это другая крайность, когда мы такое дозволяем в жизни своей. А вообще-то я хочу сказать, наши дети, наши дети должны чувствовать заботу о них, любовь к ним, переживания о них. Они должны знать, что они для нас дороги. И не просто сами догадываться. Нам нужно об этом им сообщать. В наших беседах нужно уделять время им. Не нужно от них, знаете, шарахаться. Шарахаться от них. Да, я скажу, они разные дети у нас есть. Есть легкие, есть тяжелые. Легко брать на руки, а тяжелого не хочется держать на руках. А нужно брать и того, и другого одинаково. Да благословит нас Бог. Я бы хотел, чтобы мы сейчас помолились Господу. Ну, о чем мы можем помолиться Богу? Ну, наверное, о том, чтобы Бог их спас, да? Чтобы их Бог полюбил и проявил к ним свое расположение. Так же, да, друзья? Вы помните, как однажды сказал Моисей, Господи, помысли, что этот народ Твой народ, что это Твои дети, и пойди вместе с ними в дорогу. Братья и сестры, я сам нередко так молюсь, Господи, вот Ты дал нам детей, но это же Твои дети. Вот Ты же находишь подход к одному, к другому. Найди к моим детям подход. А сам себя ловлю на этой же самой мысли. Но это же мои дети. Я же тоже должен находить подход к ним. Я тоже должен о них переживать. Не только Бога просить, Господи, Ты найди к ним подход. И самому нужно искать подход. Нужно не только говорить о том, что Бог тебя любит. Нам нужно, чтобы дети могли понимать, что мы их любим. А у нас, хочу сказать, у нас человеческие факторы, у нас бывают всякие интриги в жизни, переживания. И дал бы нам Бог учиться у Него этой любви, этого попечения, этого долготерпения. Если бы нам сегодня начать разбирать, а из чего начинается любовь, мы бы сразу начали бы сказать, любовь начинается. С чего, братья и сестры? С долготерпения. А потом милосердие. А потом не своего ищем, а того, что нужно по-другому. Ну, на взрослых уровнях, кажется, это нормально. А для детей? И для детей та же самая система, тот же самый подход. Да благословил бы нас Бог. Помолимся Господу. Аминь.